Растительное масло в цистернах из-под бензина. Вы что-нибудь подобное слышали? Эти кадры прислал наш телезритель. Они сделаны на станции для заливки растительного масла на Кубани. Мы пересмотрели этот фрагмент несколько раз. Может ли такое быть на самом деле? Ведь человек, приславший видео, утверждает, в этих цистернах для транспортировки нефтепродуктов перевозят, внимание, растительное масло. Вот это масло, смотри. Снимаешь, смотри. Вы видите, как автор видео соскабливает со стенок то, что по его заверениям должно отправиться по всей стране. На комбинаты питания, в магазины, а потом и в наши дома. Обратите внимание, остатки масла перемешаны с черным густым веществом. Вот, вместе с маслом в примесью. С белым. Сложно поверить в то, что это правда. Неужели масло, которое мы используем в пищу каждый день, может содержать в себе остатки опасных химикатов? Мы решили выяснить, так ли это на самом деле. И если да, то что это? Единичный случай или обычное явление? Автор провокационного ролика долго не выходил на связь. Сергей объяснил, сейчас у него все время уходит на судебные тяжбы. Оказывается, отснятые материалы он отправил еще по одному адресу. В прокуратуру. С просьбой разобраться. Реакция последовала быстро, но такого поворота он не ожидал. Компания, цистерны которой оказались на видео, подала против него иск. Якобы мужчина своими подозрениями бросает тень на их деловую репутацию. Сергей теперь уже ответчик, убежден. Он имеет право знать, что ест. Масло, спресс, сырки, шоколад является продуктом массового потребления. Причем затрагивает людей всех социальных уровней и любого должностного статуса. И возраста. От новорожденных и заканчивая людьми престарелого возраста. Под этот труп попадаю я, мои родственники, близкие друзья. Но начнем сначала. Изучим сами цистерны. Это надпись явно не заводского происхождения. А вот признаки того, что эти емкости предназначены для совсем иных целей. Закрой крышку сливного прибора – огнеопасно. Такие предостережения пишут на цистернах для транспортировки горючего. Мы обратились с вопросом к собственникам цистерн. Правда ли, что растительные масла перевозят в емкостях для нефтепродуктов? Представители компании ограничились письменным ответом. Эта информация не соответствует действительности. Перевозка пищевых грузов, в том числе растительного масла, допускается в специально выделенных, специализированных цистернах с нижним сливом. Или в новых цистернах, ранее не использовавшихся для перевозки. Неужели нас подводит зрение? Ведь на цистернах, куда заливается масло, отчетливо видны черные густые потеки. Точно такие же, как, к примеру, можно увидеть на нефтезаправочных станциях. Вот для сравнения, как выглядит состава с горючим. Более того, нам удалось найти официальную информацию о пищевых грузоперевозках. И вот тут все встало на свои места. Посмотрите, весьма любопытные данные за прошлый год. Общее количество цистерн для перевозки растительных масел. Обратите внимание на нижнюю строку. Если бы санитарные нормы выполнялись, ее бы, в принципе, не было в этой таблице. Несложно посчитать. Почти одна треть растительных масел переводится в емкостях, предназначенных для транспортировки нефтепродуктов. И это, напоминаю, официальные данные. Получается какая-то лотерея. Причем, очевидно, не в нашу пользу. В 30% случаях, то есть каждая бутылка в магазине, например, с растительным маслом, масло туда попало ранее перевезенное в цистерне, в котором до этого возили бензин или другие нефтепродукты. Этот вопрос Евгений Федоров поставил еще три года назад. А вот ответ от РЖД, которая, собственно, отвечает за перевозку всех грузов в России. Компания использует для перевозки пищевых наливных грузов бензиновые цистерны из-под неэтилированных светлых нефтепродуктов с нижним сливным устройством, которые специально подготовлены под перевозку пищевых грузов на промывочно-пропарочных станциях. Понятно, что формально там помыли, пропарили, но вот такого рода перевозки – это прямое нарушение закона о санитарно-эпилактическом благополучии населения. Добавим, что по действующим нормам нарушением является уже то, что пищевые грузы перевозят в непищевых емкостях, независимо от того, были там до этого опасные химикаты или нет. А что если были? Естественно, любой опасный груз, который перевозится в цистерне, и любой опасный груз, который перевозится, ну, нефтепродукт, например, который перевозится перед жирами в своем производстве, он оставляет свои следы на цистерне. Мы решили провести простой эксперимент. Любой школьник знает, что одни вещества смешиваются друг с другом, а другие – нет. Вот, к примеру, подсолнечное масло и молоко. После всех манипуляций, которые проводит наш эксперт, можем увидеть – жидкости расслаиваются. Здесь видно, что эти два компонента не смешиваются. То есть они, в принципе, не могут друг в друга проникнуть, да? Они вот так слоями останутся. Так, безусловно. Но добавим к маслу, предположим, гексан. В этой прозрачной, внешне безобидной жидкости нам важно одно – гексан – один из компонентов нефти. А значит, смешиваться или не смешиваться, этого мы еще не знаем, будет так же, как вот та темная субстанция, которую мы уже видели в цистернах для перевозки масла. Сейчас мы видим однородную смесь. Полное растворение. Ну, если мы сейчас подольше помешаем, мы можем что-то получиться просто. Однородная прозрачная жидкость, там, как у зеленоватого, наверное, цвета. Невооруженным глазом видно, что пищевое масло и химическое вещество – аналог нефти – смешиваются до однородного раствора. Такая ложка дегтя сделает любую бочку меда отравой. Они являются токсинами для воздействующих неблагоприятных на почки, печень, на головной мозг. Есть накопительные эффекты, есть отдаленные во времени последствия для ущерба, для здоровья. Но воздействие все равно начинается с того момента, как, скажем так, токсичное вещество попадает в организм человека. Но владельцы цистерн утверждают – баки тщательно обрабатываются изнутри. Мы спросили у специалистов по пищевой химии, гарантирует ли такая очистка полную безопасность. Это очень дорогое удовольствие. То есть разработка каждого метода контроля для каждого из возможных грузов, который перевозился в этой цистерне – это уже затрата. Насколько следы этого груза исчезли из поверхности. Эксперты уверены – надежная очистка баков, даже если она и в принципе возможна, не выгодна компаниям, а выгодна, скорее, ее имитация. Деньги? Деньги? Слить бензин, залить масло – это просто экономически выгоднее, чем иметь специализированный транспорт, который гонять туда с маслом, обратно порожняком, понимаете, да? То есть отвечает перевозчик, владелец, заказчик. Но найти тех, кто за это в ответе, оказалось не так-то просто. Пищевые компании уверяют, что санитарные нормы у них соблюдены. Владельцы цистерн докладывают, что используют специализированные емкости, а надзорные органы продолжают выписывать документы, разрешающие эти перевозки. В итоге только по официальным данным по стране колесит как минимум тысячи бензиновых цистерн, растительное масло в перемешку с остатками нефти. Готовьте, хозяюшки! И такую «аппетитную» проблему явно надо решать. Для начала, видимо, нужны жесткие законы, которые заставят масляных дельцов между деньгами и нашим здоровьем выбирать последние. Слить бензин, залить масло. Слить масло, залить бензин. Как говорят американцы, бизнес, старик, ничего личного. Понимаешь, это экономически выгоднее трансфер сражняком. Понимаю. Но руки все равно чешутся. Человек и закон был в эфире, в студии Алексей Пиманов. Еще раз обращаю ваше внимание. Мы теперь выходим в эфир по субботам вечером в 18.